Я считаю, что в данной ситуации вызывает просто вопросы и смех деятельность тех же украинских, белорусских и иных спецслужб, которым незнакомый человек набирает номер и говорит, что вы знаете, это вот мобильный телефон президента такого-то, перезвоните нам обратно, соедините с вашим руководителем. И руководителю, как вы видели, перезванивает, переходит на «ты», делится личными впечатлениями. Ну, просто это говорит, во-первых, о работе спецслужб и, к сожалению, о умственных возможностях некоторых руководителей государства. Здесь, наверное, отдельный вопрос, насколько руководитель государства может попадать в такие истории. Я могу честно сказать, что у меня были тоже случаи с пранкерами, когда они пытались вывести из себя, позвонить и так далее. Но, извините меня, если у меня хватило мозгов понять, что это пранкеры и что им надо определенным образом разговаривать, то, наверное, у президента целой страны, какая бы она ни была, должно бы тоже хватать мозгов. Я себе не могу представить ситуацию, при которой с мобильного телефона кто-то позвонил в приемный Путин и сказал, что это Трамп, так сказать, на ломаном английском. И можно ли, чтобы Владимир мне перезвонил? Вы знаете, ну, я себе не представляю такого, но, наверное, как минимум бы посмотрели, откуда звонят. Извините, звонят-то из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok